Доброе утро! На 12-м канале новости в студии Константин Лондон. Главное к этому часу. Больше не мэр Оксана Фадина официально сложила полномочия. Кого назначили временным градоначальником и когда выберут постоянного? Возвращение в Советский Союз. Спустя 30 лет из Омска вновь запущен рейс в Улан-Удэм. Сколько стоят перелеты и как часто в Бурятии будут летать самолеты? Ждем прямого включения из Омского аэропорта. Частью аферы стали шарик и открытка. У меня, конечно, был такой звоночек, что возможно это мошенник. Мошенница воспользовалась невнимательностью продавца. Как хитроумную покупательницу удалось задержать по горячим следам? И ястребы готовятся к схватке с леопардами. На лед против авангарда выйдет внук легендарного Владислава Третьяка. Спасет ли это сочинский клуб от очередного поражения? Максим Гречанин о расстановке сил. Поблагодарила за профессиональную работу. Оксана Фарина сегодня выступила с последней речью в качестве мэра Омска на заседании Гурсовета. Она отметила, что ни разу не наложила вето на решение депутатов, так как видела, каждый из них профессионально выстраивает свою деятельность и тщательно готовится к каждому заседанию профильного комитета. И хотя порой встречи с парламентариями получались жаркими, все они проходили на высоком этическом уровне. Также Фарина подчеркнула, что вне зависимости от статуса нужно продолжать развивать социально-экономическую стратегию, принятую в 2019 году, а также придерживаться генерального плана развития города. Я уверена, что тот темп и те направления, которые заданы стратегией социально-экономического развития города Омска, это те самые стратегические направления, которые и дальше в нашей с вами работе, независимо от смены статуса, будут обеспечивать поступательное развитие. Спасибо за работу и всем нам успехов. Мы выстроим работу, но уже в новом качестве. Благодарю вас. Сразу после торжественной речи депутаты Ирина Гласна приняли отставку Оксаны Фариной. Напомню, мэра досрочно сложила полномочия в связи с переездом в Москву и дальнейшей работой в Госдуме. Ну а временно исполняющим обязанности городоначальника назначили первого заместителя Фарина Евгения Фомина, также являющегося директором департамента городского хозяйства. В новую должность Фомин вступит уже завтра. Но о том, как выстраивалась работа с Оксаной Фариной, 12-му каналу рассказал Владимир Корбут. Он отметил, что с экс-мэром всегда удавалось найти компромисс. Именно благодаря тому, что мы двигались навстречу друг другу по многим направлениям. За 4 года, когда Оксана Николаевна была мэром города Омска, практически у нас не было разногласий по принятию бюджета города Омска. Мы находили компромисс. И скажу так, что было комфортно работать. Не было ни одного принято законодательного акта решения городского совета, на которое мэр наложила бы вето. Это тоже, наверное, показатель именно работы слаженной и городского совета, и администрации. Также сегодня на заседание были выдвинуты кандидаты в комиссию по выбору нового мэра. Ее будут представлять 7 человек от городсовета и 7 от команды губернатора. К слову, в состав вошли почетные граждане, заслуженный мастер спорта по самбо Александр Пушница и президент Омска медакадемии Александр Новиков. Когда список будет полностью утвержден, начнется прием заявления от кандидатов на пост. После объявят информацию о дате и месте проведения конкурса. Ну а законодательное собрание Омской области нового созыва в седьмой раз возглавил Владимир Варнавский. За его кандидатуру на пост председателя проголосовали 30 из 41 депутата. Остальные свои голоса отдали за коммуниста Константина Ткачева. Первое заседание регионального парламента проходит в эти минуты. В повестке организационные вопросы парламентария определились с составом секретариата, а также сформируют рабочие комитеты. Их, вероятно, будет семь. В этих группах депутатам не придется отстаивать интересы избирателей. Договориться, очевидно, будет непросто. Парламент седьмого созыва впервые шести партийный большинство, как и прежде за Единой Россией, 26 мандатов. Упрочило свои позиции КПРФ. У партии 10 мандатов. Остальные между собой поделили коммунисты России, Справедливая Россия, ЛДПР и новые люди. При этом 15 из 44 депутатов вошли в парламент впервые. Новый созыв ЗАГСобрания поприветствовал губернатора Александра Бурков и пожелал народным избранникам плодотворной работы, вопреки политическим разногласиям. Первый со времен Советского Союза из Омска. С минуты на минуту должен отправиться самолет в Улан-Удэ. Города до сегодняшнего дня не были связаны авиарейсами. Их удалось организовать за счет субсидий омского правительства. При этом столица Бурятия не единственное направление, по которому теперь будут летать самолеты из Омска. Сейчас в аэропорту работает наша съемочная группа и на связи со студией Никита Гайдаш. Никита, здравствуй. Много ли пассажиров зарегистрировалось на первый рейс в Улан-Удэ? И вообще востребовано ли будет это направление? Здравствуй, Константин. Да, действительно, на часах 11.05. Это как раз то время, в которое должен вылететь первый рейс из Омска в Улан-Удэ за последние 30 лет. И хочу сказать, что с этого дня перелеты станут регулярными. Для многих мячей, как оказалось, это событие долгожданное. Теперь рейсы из Омска в столицу Бурятия будут отправляться по средам и субботам. Летать между городами будут самолеты компании Red Wings. Новый рейс, как ты уже сказал, субсидируется правительством Омской области, а также из федерального бюджета. Это значит, что билеты на него можно будет купить значительно дешевле. Например, сейчас стоимость билетов на этот рейс начинается от 4 тысяч рублей. А время пути для пассажиров составит 3 часа 40 минут. Хочу сказать, что нам, съемочной группе нашей, удалось побывать на регистрации этого рейса. Мы пообщались со многими пассажирами, и некоторых из них сегодня ждал сюрприз. Первый и второй пассажир, которые зарегистрировались на этот рейс, получили особенные подарки от перевозчика и от Омского аэропорта. Со многими из пассажиров мы поговорили и узнали, что действительно среди мячей этот рейс достаточно востребован. Несмотря на то, что сегодня самолет заполнился чуть больше, чем на 50%, но у мячей есть интерес к тому, чтобы побывать в столице Бурятии. Кто-то по работе отправляется туда в поездки, кто-то к родственникам, как мы выяснили, а кто-то даже вот уже в конце сентября планирует свой отпуск и отправляется на Байкал. Давайте послушаем, что нам рассказали о мяче, которые отправились этим рейсом сегодня. Мы очень довольны, я особенно, потому что я вообще житель Бурятии, я родилась там, да, сейчас лечу брату попроводить его. Мы 15-го числа приехали на поезде, конечно, немножко это некомфортно, я еще думала, что когда же у нас рейс все-таки откроется, и вот как в сказке он открылся. На сайт зашли, решили посмотреть на Байкал съездить, и как бы собрались с семьей, взяли билеты, поехали. Ну и хочу добавить, что для Омска самолеты в столицу Бурятии это, скажем так, не новое направление, но уже довольно-таки забытое, потому что последние самолеты из Омска в Улан-Удэ отправлялись в самом начале 90-х, но тогда они были очень популярны, причем больше даже не у амичей, а у жителей Бурятии, поскольку именно через Омск самолеты летали в Москву. Но, тем не менее, планы у авиаперевозчика, кто выполняет этот рейс, скажем так, широкомасштабные, да, и после встречи директора авиакомпании с Александром Бурковым было принято решение, что самолеты этой авиакомпании будут базироваться в Омске, и это принесет пользу не только нашему городу, не только авиаперевозчику, но и нашему аэропорту. Пассажиропоток будет увеличен, а значит и больше амичей смогут посетить другие регионы, и больше гостей смогут посетить наш любимый город, наш регион. На этом у меня все. Константин. Спасибо, Никита. Это был Никита Гайдаш о новых рейсах из Омска. К другим новостям. На Амичка стала фигурантка уголовного дела из-за шарика и открытки инцидент. Произошел в цветочном магазине на улице Воровского. О мошеннице полицейским рассказала продавец ее слов, а одна из покупательниц сразу показалась ей подозрительной. Долго разгуливала витрины, присматривалась к цветам, но в итоге попросила лишь воздушный шар и подарочный конверт для денег. Хотя сумма покупки получилась небольшой, женщина решила рассчитаться пятитысячной купюрой. Сначала показала ее, а затем, когда продавец отвлеклась на другого клиента, спрятала. Пока, как говорится, я полезла в шкафчик, она эту купилу просто убрала. Естественно, я, получается, открываю шкафчик, беру эту сдачу и просто 4,880 я делала сдача. Шитье подсказала, пересчитать кашу. И тут просто, ну, я открываю, как говорится, шкафчик и понимаю, что у меня не хватает денег просто-напросто. У меня, конечно, был такой звоночек, как говорится, что, возможно, это мошенники, потому что, ну, вот, ну, все равно, какое-то чудес, все равно ей. Подозреваемую оперативники задержали по горячим следам. Помогли предметы и отпечатки пальцев, которые остались на витринах. По записи с камеры видеофиксации стало понятно, что женщина намеренно спрятала купюру и забрала сдачу. Собственно, в этом сама призналась уже позже на допросе. Выяснила, что мячку уже привлекали к ответственности за мошенничество в 2017-м. И вот очередное оголовное дело обвиняем и грозит два года колонии. А сейчас о спорте «Авангард» против «Третьяка». Под такой вывеской сегодня пройдет очередной матч с участием ястребов. В гости к мячам пожалует хоккейный клуб «Сочи», в котором играет внук легендарного Владислава Третьяка. Правда, это пока не спасает черноморцев. «Сочи» замыкает турнирную таблицу «Запада», проиграв 9 матчей из 12-ти. Встречу противника в 12-й канал покажет в прямом эфире начала трансляции в 22-15. О том, чем привлекает предстоящая битва ястребов-леопардов, расскажет подробнее Максим Гречанин. Первое, на что стоит обратить внимание, это время начала матча. С сегодняшнего дня домашние встречи «Авангарда» в будние дни будут начинаться не в 10 часов вечера по Омску, а в половину – 11-го. Поэтому придется нам в хоккей теперь ждать чуточку дольше. Если говорить о предстоящем сопернике, то хоккейный клуб «Сочи» – это, конечно, своего рода поставщик очков. Последнее место на Западе. Команда проиграла уже 9 матчей из 12 на старте сезона. Но при этом, судя по всему, руководство сочинцев это не особо беспокоит. Потому что Евгений Ставровский, главный тренер «Леопардов», до сих пор рулит командой. Хотя на том же Дальнем Востоке, в Хабаровске или в Ярославле уже тренеров поменяли. Но все прекрасно понимают, что «Сочи» – это своего рода фармклуб «СКА» и постоянно, каждый межсезон или по ходу сезона, из Санкт-Петербурга на Черное море приезжает группа игроков, которая получает опыт игровой, а затем благополучно возвращается обратно. Это было как раз на примере Кукштеля и Курбатова, которые в прошлом году играли в «Сочи». Сейчас уже в «СКА» Нева активно забрасывают, раздают голевые передачи. Магнус Хельберг может создать нам проблемы, потому что этот голкипер известен по выступлениям за «СКА», причем солидно довольно смотрелся в воротах в Санкт-Петербурге. В «Сочи» два шатаута успел оформить, но, опять же, один воротарь в поле не воин. Это как раз показала игра авангарда и локомотива, когда Демченко тащил все, что только можно, но где-то чуточку не доглядели и из пятака затолкали в итоге нам победную шайбу. Но при этом, несмотря на турнирное положение черноморцев, нам обольщаться не стоит, потому что проблемы определенные могут возникнуть и в том числе в первом периоде. «Сочи», несмотря на то, что аутсайдер, является лучшей командой в лиге как раз по игре в стартовые 20 минут. Потом уже у авангарда будут шансы. Главное, на равных провести стартовую треть, а затем уж посмотрим. Будем надеяться, что во второй и третьей 20 минутках дожмем. И если Хельбергу забросим побольше, выйдет третяк, то ему тоже пару-тройку отгрузим. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же вы можете предложить свои новости или прислать их нам по электронной почте. Оставайтесь с нами. Большой выбор теплиц со скидкой На выставке теплиц у ГИД Интерьера и Континента Телефон 50 50 23 Наполнить зимний образ яркими красками На ярмарке курток и пуховиков Новое поступление в ассортименте Также дубленки есть и осенние модели Специальная мембранная ткань Не пропустит влагу и защитит от порывов ветра Это поможет сохранить тепло Даже в самые сильные холода Подробности далее Обновить зимний гардероб на ярмарке Курток и пуховиков сможет даже Самый привередливый покупатель Подобрать модель по душе Помогут продавцы-консультанты Вся верхняя одежда легкая Специальная технология поможет сохранить тепло Здесь пришла и подобрала Полусапожки себе И пуховичок хороший взяла Уже пора менять Все мне нравится Обслуживание И цены хорошие приемлемые Мне очень понравился фасон Цвет Она легкая Я подбирала для машины Чтобы можно было удобно Сесть в машину Во-первых, что она закрывает спинку Мне очень понравилось Я думаю, что будет очень удобно Мягенько Тепло И уютненько Широкий размерный ряд От 42-го до 74-го И более тысячи наименований модели Не оставят равнодушными Ни одного омича В нашей ярмарке Представлен широкий выбор Женской и мужской коллекции У нас было глобальное поступление Яркие красивые пуховички Уже в продаже Которые может каждый Подобрать себе по душе Ярмарка курток и пуховиков Работает во дворце молодежи По адресу перелета 1 По 5 октября включительно Здесь же можно дополнить образ На ярмарке белорусская обуви Предстоящая зима Отличный повод обновить обувь Сделать это можно на ярмарке Белорусской обуви Которая открылась Во дворце молодежи на Ревобережье Здесь омичам предлагают сотни моделей Качественные материалы Залог комфорта в зимнее время А еще такая обувь подойдет Обладателям проблемных ног Подробности в нашем материале Выбрать подходящие для зимы Сапоги или ботинки Порой задача не из простых Облегчить ее омичам Готово на ярмарке белорусской обуви Удобная, стильная И на любой вкус Всего больше тысячи моделей Привлекают клиентов и доступные цены Выбрала себе замечательную Зимнюю обувь Прекрасную, удобную Как и вся белорусская продукция И этим очень довольна И что радует Цена доступная Доступна для всех А в цене еще прекрасное качество Неизменный комфорт в сибирские морозы Обеспечит качественный мех И нескользящая подошва Кроме того, на ярмарке большой ассортимент обуви Для нестандартных ног Определиться с выбором И подобрать подходящую пару Всегда помогут продавцы-консультанты Ассортимент у нас очень большой Больше тысячи пар обуви Разных расцветок, разных моделей На любую ногу найдем У нас очень много обуви На проблемную ногу Подбираем обувь с высоким подъемом Мягкую, удобную Всем очень нравится Оценить качество обуви От белорусских производителей Амичи могут до 5 октября Во Дворце молодежи на Левобережье По адресу Перелета 1 Мед свежего урожая С лучших пасек страны в Омске Новые виды полезного продукта В наш город привезли пчеловоды Со всей России На традиционной ярмарке меда Амичам предлагают Как лечебные сорта, так и десертные С добавлением свежих фруктов и ягод Для всех покупателей действует акция При покупке килограмма любого меда Килограмм цветочного в подарок Подробности далее Лучшие пчеловоды страны Привезли в наш город Десятки видов вкусного и полезного лакомства Здесь каждый сможет найти продукт для себя Помимо уже полюбившихся Амичам традиционных сортов Липовый, цветочный, разнотравья Покупателям предлагают и мед С добавлением натуральных фруктов и ягод Кроме того, на ярмарке Множество видов целебного меда С добавлением пчелопродуктов На ярмарке представлен большой ассортимент меда Свежего и, конечно же, пчелопродукция Из новинок хотелось бы рассказать О восковой моле Это самый лучший мед Против бронхолюбочных заболеваний Особенно сейчас В такие непростые времена Это лучше всего поддерживает организм и иммунитет Помимо большого выбора и выгодных цен Покупателей ждет и приятный сюрприз Все дни работы ярмарки действует акция При покупке килограмма любого меда Килограмм цветочного в подарок Попробовать и выбрать полезное лакомство Свежего урожая Мечи могут сразу на трех площадках Выставка продажа меда проводится С 28 сентября по 6 октября В экспоцентре остановка «Континент» Торговом доме «Корона» Остановка ДК имени Баранова И в ДК имени Малунцева Спонсоры прогноза погоды ИП Фременко Роман Андреевич Саратовское региональное отделение ООО Российский национальный союз пчеловодов Мед свежего урожая С лучших пасек страны Сегодня 29 сентября В Омске облачно С прояснениями днем До 9 градусов выше нуля В районах облачно Небольшой дождь Дневная температура 8 градусов Со знаком плюс Ветер северный 5-7 метров в секунду Атмосферное давление 752 миллиметра Ртутного столба Ярмарка меда в Омске С 19 сентября по 3 октября Мед свежего урожая с имбирем Пирго и восковым молью Бортевой Ждем вас в торговом центре «Корона» ДК имени Малунцева И в экспоцентре Остановка ТРЦ «Континент» Акция При покупке 1 килограмма меда 1 килограмм цветочного меда в подарок О развитии событий В следующих выпусках Час новостей До встречи на 12 канале Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова